Ну что ж, еще раз, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. И сейчас время бизнес-класса программы, в которой мы встречаемся с успешными бизнесменами России. И разговариваем с ними, разговариваем с ними и разговариваем с ними. Разговариваем, естественно, об интересующих и их, и нас с вами о вопросах. Тема сегодняшнего эфира замечательная. Более того, ну, тот, кто смотрит онлайн-трансляцию, да, тоже имеет возможность насладиться этим антуражем. А для тех, у кого нет такой возможности, уважаемые слушатели, я сейчас рассказываю. Я среди, не знаю, среди, давайте, я в сказке сегодня. Вот я в студии, как в сказке. Во-первых, передо мной сидит абсолютно очаровательная девушка. А на столе стоят у нас, как правильно назвать-то, абсолютно очаровательные существа. А, существа. Вот, я смотрю, и звукооператоры уже, да, потянулись, посмотрите, о чем это так заинтригованно рассказывают. Здорово, здорово. Значит, давайте по порядку. Во-первых, тема нашего эфира, уважаемые слушатели, производство матрешек и произведения народного искусства. Кому они сегодня нужны? Алиса, не очень обидный вопрос. Я буду на нее педалировать, по крайней мере, первую часть. Да нет, что же, отличный вопрос, мне кажется. Теперь дальше, дальше. В студии сегодня обаятельная, очаровательная Алиса Кобылянская, основатель бренда VIP Матрешка. Алиса, добрый день. Добрый день. Благодарю за приветствие, такое теплое. Уважаемые слушатели, ну и традиционное напоминание для вас. Присоединяйтесь к нашей беседе, у вас есть такая возможность. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну и еще раз повторю, у кого есть возможность сейчас в интернете зайти и присоединиться к онлайн-трансляции, насладитесь этим очарованием, очарованием моей гости и очарованием подарков. Нет, это не подарки, боже мой. Это произведение современного искусства. О, и очарованием произведений современного искусства, которым непосредственно Алиса и занимается. Ну что ж, Алиса, давайте первый вопрос вот такой вот, я бы сказал, может быть, даже не очень корректный, не очень деликатный. Вот то, чем вы занимаетесь, действительно оно кому-то сейчас нужно? Ну, а как вы считаете, если наша страна сейчас на сегодняшний день на пути к целостной и экономически независимому государству, да, вот мы движемся, и народные художественные промыслы – это истоки наши, то, соответственно, то есть в основе этого всего лежат народные художественные промыслы, как это может быть не нужно? Ведь эта матрешка вообще, в принципе, это олицетворение семьи, единства, продолжение рода. Алиса, я абсолютно с вами согласен, если бы вы знали, насколько я с вами согласен. Ну, давайте попытаемся быть объективными. Даже если представить, что мы действительно на этом пути, пути становления экономического, политического российского государства, но это путь долгий, а. И потом, б, мне кажется, мы все-таки где-то в начале еще пути, мы немножечко только прошли. И ситуация, которая вокруг нас, она достаточно сложна и с экономической, и с любой другой точки зрения. И в результате я прихожу к логическому рассуждению, к выводу, что мне сейчас-то на первом месяце у меня не попытка насладиться очевидно превосходными произведениями искусства, не попытка обратиться к народному творчеству, а, если позволите, у кого-то этот вопрос на повестке дня, просто выжить, выжить или каким-то образом попытаться более-менее хорошо жить. Ну, не до жиру, что называется. Нет, нет, нет такого ощущения. Ну, я считаю, что это два параллельных процесса. Все же. Да, все же, да. Потому что, когда мы занимаемся, допустим, созданием денег, это идет... Ну, не в буквальном смысле слова созданием денег, а зарабатыванием денег. Да, зарабатыванием денег, то это параллельно идет с созданием чего-то нового и чего-то необходимого нам на сегодняшний день. В общем, необходимо не с точки зрения, опять-таки, бизнеса, а с точки зрения, может, духовного наполнения. Конечно, да, абсолютно верно. Вот, потому что, опять-таки, возвращаясь к истокам, это то, что на сегодняшний день сформировало нас с вами. Наши народные художественные промыслы, соблюдение традиций и так далее. Вот, и у нас огромное наследие, благодаря которому мы можем зарабатывать деньги. Ну, и слава богу. Все, все, я обещаю больше никаких каверных вопросов, меня вы сегодня не услышите. Будем наслаждаться тем, что вы, по крайней мере, принесли в студию и тем, чем вы занимаетесь. Поэтому, Олес, следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, на чем основан, построен ваш бизнес, собственно, что вы делаете? Я занимаюсь созданием новых, современных, креативных матрешек. То есть, это как... Креативных матрешек? Да. Креативных, красивых, разных, интересных современному именно человеку-поколению, которая, скажем так, утратила, утратила вот именно... Ну, уже на тот этап попала, когда у нас сохранились только какие-то, ну, там, не то что остатки, а вот старое искусство, да, народное художественное. Вот. И пришло время как раз это все обновить. Так вот, наши матрешки, бренды VIP-матрешка, чем они отличаются от остальных? Это современный лаконичный дизайн, наложенный на старую, ту форму, которую приятно держать в руках, форму матрешки. И уже сегодня матрешка не просто как игрушка когда-то была, или элемент, сувенирный какой-то элемент, да, а это уже предмет современного искусства для интерьера современного. Вы уже сегодня можете вписать в интерьер красивую, необыкновенную, яркую матрешку. Она невероятно подтягивает внимание в интерьере уже сегодня. Вот. Это может быть какой-то классический дизайн. Мы делаем портреты, расписываем на матрешках семьи, династии, в необыкновенных, ярких, красивых сюжетах. Наши премиальные работы, они изготавливаются от месяца где-то. Вот. И одним чисто, вот просто художник сидит, расписывает одну матрешку около месяца, двух месяцев. Но это уже работы, которые можно передавать по наследству. Там идут внуки, бабушки, дедушки, все. И невероятное удовольствие получают люди, которые все уже повидали в наше время, могут много чего себе позволить, не знают уже, чем удивить друг друга. Это ваши потенциальные клиенты, я так понимаю. Да, конечно, да. Это если касается семей. А если мы хотим лаконичный, красивый, современный дизайн с логотипом, вот, мы уже делаем, допустим, вот такие вещи, да. Здесь уже идет там роспись и техника. Аэрографии. И, допустим, ваша компания хочет разместить свой логотип, сделать это необычно. И чтобы это не как сувенирка где-то стояла, да, у вашего коллеги, у вашего экспата, партнера иностранного, а на видном месте вы поставите. Потому что они, это уже такие дорогостоящие, красивые, фирменные матрешки. Ну, кстати, слово экспат вы употребили, потому что наверняка основное, ну, давайте так, может быть не основное, но большая часть спроса рождают именно люди, которые приехали из-за границы, и для них все это является некой экзотикой, да. Ну, опять банальности, если позволить, я произнесу, тем не менее, все прекрасно знают, да, ассоциация, что такое Россия, это матрешка, это балалайка, ну, а дальше мы не будем произносить. Я думаю, что да, вот это же, стереотип этот работает по-прежнему. А сегодня уже стереотип этот, когда теперь иностранец, или, допустим, приезжает сюда к нам иностранец, или человек, который уже из страны уехал, русский, он возвращается сюда, и он видит матрешку в новом свете, за которую можно гордиться, ведь у нас самая большая страна в мире, и символ матрешка, который превратился в сувенирную, да, продукцию, сегодня можно с гордостью сказать, посмотрите, какая у нас матрешка достойная, VIP-матрешка, очень важная персона, да, если скажем так. Я хотел бы обратить внимание слушателей, если можно так, да, такой тавтологий получилось, внимание, ваше внимание, уважаемые слушатели, я хотел бы обратить на глаза Алисы, они горят вот при всем, при том, что она сейчас произносила, они искренне горят, то есть человек верит в то, что делает, это здорово, конечно. А что вас привело к этому бизнесу, Алис? У вас какие-то тоже исторические корни, да, кто-то занимался в семье, или это идея исключительно ваша? Ну, я не слышала такого, сколько я вот о своем роде, да, узнаю, там, постепенную информацию какую-то получаю, своих родственников, нет, ничего такого подобного не было. Это у меня из детства идет, когда я попала в школе, в обычной школе номер 6, ну, в средней школе номер 6, у нас было занятие такое, называлось, ну, роспись по дереву, да, декоративно-прикладное искусство, и там учительница Татьяна Федоровна, она нам рассказывала, как рисовать по дереву. В тот момент у меня промелькнула такая мысль, я уже сейчас во взрослом возрасте вспоминаю, что я подумала, вот я сижу, расписываю, занимаюсь любимым делом, я уже думала о чем-то, чем я буду в жизни заниматься, да, лет 12-11 было, вот я сижу, расписываю, думаю, ну, вот почему, ведь немногие тогда этим занимались, и в классе сидело человека 3, ну, 2-3 человека, да. Все остальные прогуливали этот урок, да? Все остальные, нет, ну, почему? Или это был факультативный занятие? Хотите, приходите, хотите? Нет, 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 это обязательно было, да. Для средней школы это не может быть обязательно, или это урок рисования, что ли, да? Это декоративно-прикладное искусство, так и называлось. То есть в программе школы-то такое? Да, абсолютно, точно, у меня пятерка за это была. А почему 3 человека, почему в классе? А, почему 3 человека, да, хороший вопрос. Тех, кто задерживались, наверное, 3. Я вот просто помню, что в классе было как-то не очень много народу, вот. А может быть, еще можно сказать о том, что вы, когда погружались вот в эту атмосферу, да, вы забывали абсолютно обо всем, никого кругом не замечали, была только матрешка и вы, ну, и ваши ученики. Да вы что? Конечно, конечно. Это же, это такой процесс, который увлекает не только детей, но и взрослых. На базе этого я запустила другое направление. Мастер-классы по росписи матрешек. Здорово. То есть я начинаю передавать это детям, да, этот опыт, и плюс рассказ о наших истоках, матрешке и так далее. Здесь вообще необъятная тема, и мы сейчас, Алиса, извините, прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, потом вы продолжите рассказ. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Добрый вечер бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня у меня в гостях Алиса Квылянская, основатель бренда VIP Матрешка. И обсуждаем мы производство матрешек, ну и в целом, наверное, да, мы говорим о произведениях народного искусства, кому они сегодня нужны, востребовано ли это. Ну, учитывая, еще раз говорю, запал, с которым Алиса обо всем этом рассказывает, я думаю, отбоя нет у нее просто от жаждущих приобрести. Вернемся, Алиса, к началу пути, что называется. Итак, вот в школе, у вас вообще, да, страсть такая была, видимо, к рисованию, к лепке, что там еще в школе? Нет, не простому рисованию, а, как ни странно, именно по дереву. Мне очень нравилось расписывать, то есть это, чтобы уже было как-то, имело какую-то ценность, да, вот, ну, да, именно вот с деревом. Знаете, как говорят, каждому свое, кому-то камень какой-то, кому-то какая-то порода дерева. Тут еще важно почувствовать, да, вот у вас, к счастью, да, это произошло, а некоторые до пенсии не могут понять, да, к чему у него склонность, к камню или к дереву, или к другому предмету. У вас образование какое-то, я имею в виду, кроме средней школы, профессиональное. Да, после этого я вообще забыла про этот урок, про эти навыки, и пошла во взрослую жизнь, получать высшее образование в Университете Дружбы Народов, в факультете лингвистика. Даже так? Да, то есть никак это не связано было абсолютно. А поработать успели по специальности? По специальности не успела, но я успела применять знания своего английского языка в других профессиях. То есть между университетом и своим собственным бизнесом у меня было две таких стабильных работы, которые мне нравились, которые я вкладывалась. Я люблю всегда, если чем-то заниматься, то на полную катушку. Ну, серьезно, да. Вот, поэтому это была недвижимость элитная здесь, работа с экспатами, кстати. И там я на английском языке с ними общалась, показывала им элитные апартаменты в Москве. Следующая работа была высококачественные продукты питания, сегмент хорика. То есть тоже и там, и там был сервис на высоком уровне. Это то, к чему мне нравилось работать. Это планка, когда нужно всегда на высоте держать стандарты. То есть это некая была жизненная школа для вас все-таки, в профессиональном смысле, я имею в виду. Вы общались с иностранцами, вы работали в сфере услуг, вы опыт коммуникации, что называется, выстраивали. Готовились, готовились к чему-то. И причем, я так понимаю, неосознанно опять вот это переключение произошло. В какой-то момент, ну, я так предположу, вы шли-шли-шли, куда-то там показывать очередной элитный особняк, или, да, говорить о продуктах питания, и вдруг бах, и вспомнили, боже мой, а что было в 11-летнем возрасте-то? Я вспоминаю, как я сижу и расписываю матрешку, и вот оно, счастье-то, да, Алиса? Почему бы мне вновь не заняться этим делом? Как это было? Интересно, да. Рассказывайте, я сама облеглась в другой истории. Да, ну, было на самом деле так, что как раз-таки на пути к осознанности вот это все и произошло. Вот, потому что, когда я начала возвращаться к истокам, чем же я хотела бы заниматься? Это весь путь, который я шла, это было познание себя в разных сферах жизни. Я пробовала там, пробовала в другом месте, что получается, что не получается. Как правило, не получается то, чем не горишь. Вот, а здесь я просто решила пойти на курсы по росписи дерева. Думаю, вернусь, как у меня должно быть какое-то хобби, у всех какое-то хобби есть, а у меня нет хобби. В поисках хобби, да, эта идея опять возникла? Да, да. Вот, мне захотелось, да, чем-то вот, какую-то отдушину иметь. И когда я начала расписывать вот это состояние, о котором вы уже упомянули, это словно медитация. Когда ты забываешь обо всем. Это действительно так? Я-то, может быть, и пофантазировать позволил себе? Это действительно, нет, это правда, это правда. Забываешь, время как-то пролетает, и ты фокусируешься на чем-то одном. Но ведь держание фокуса, это всегда приводит к результатам. А вы в этот момент что-то слушаете? Музыку какую-нибудь? Нет, я слушаю, знаете, как, я не люблю, как бы, я даже когда бегаю, я не люблю очень слушать, не часто люблю слушать музыку. Да, я хочу слышать себя. Потому что в наш техногенный век много шумов, да, отовсюду, вот, и поэтому сложно сконцентрироваться. Хочется себя все-таки чаще слушать. Ну, и в этом случае, вот, когда вы, да, занимаетесь росписью, вы именно самоконцентрируетесь, да? Абсолютно верно, да. Вот, я чувствую, что я что-то создаю, и получается очень красиво. И я вам скажу, что любой, кто захочет, научится во взрослом состоянии, в детском состоянии, кстати, возвращаешься к детству, да, то есть это вообще очень влекательно. То есть с профессиональной точки зрения это не так сложно? Не нужно иметь диплом Строгановки, например, да? Нет, не нужно иметь диплом, приходите, мы вас научим, и у вас будет великолепно получаться, вы погрузитесь в процесс, вы забудете... Смотрите, для вас все-таки это что такое? Это попытка найти себя, или вот, да, умиротворение какое-то найти, или это деньги прежде всего? На первом месте что у вас? На первом месте создание чего-то важного и нужного все-таки нашей стране. Вот, это же ведет, неминуемо ведет к поднятию искусства в России, а если в мире, во всем мире, после экономики искусства на втором месте, то в России пока это не так, и мы только идем к этому. Вот, мы с зачатки, да, в таком состоянии, вот, и от нас очень многое зависит, поэтому я считаю, что... У вас серьезная мотивация, я вам хочу сказать. Нет, мне это нравится, на самом деле, мне это нравится. Очень редко, да, девушки очаровательны, тем не менее, такие вещи, слышишь, глобальные, потому что, ну, проще всего было бы сказать. Вот это сейчас востребовано на рынке, я поэтому этим занимаюсь, потому что это приносит доход мне. Это приносит, кстати, доход? Да, конечно, это приносит доход. Я полностью обеспечиваю сама себя за счет своего же дела. Так, хорошо. Помимо вас кто-то этим занимается в вашей компании? Да. У вас есть штат, персонал, кто там работает? Помимо меня, скажем так, художники, которые со мной работают по премиальной линии, по премиум матрешкам, это пять художников, постоянных, с которыми у меня стабильно, да, с которыми высокий очень талон. Вы в заплату платите или у вас есть сдельные там заменения? Да, это сдельные, да, сдельные отношения, вот, и здесь как премиальная, потом есть подрядчики по корпоративным матрешкам, по портретным матрешкам, по мастер-классам тоже отдельно. Вот, ну, у меня очень, за три года у меня очень широкий круг художников, да. Вот, у меня, ну, соответственно, бухгалтер, IT-специалист, вот. Штат расширился. И директор, да, по продажам, да. Здорово. А где можно вообще, или точнее так, где вы реализуете свой товар? Реализация товара происходит в интернете. Реализация товара происходит через, ну, менеджеров по продажам, которые занимаются... Ну, то есть интернет, понятно, есть некий сайт, да, и туда можно зайти. Да, есть одноименный сайт, випматрешка, да, точка ру, который можно зайти, посмотреть. А менеджеры по продаже ходят по улицам, хватают людей за руки и говорят, вот, есть у нас такие замечательные матрешки, не хотите ли приобрести? Или они стоят на Арбате, что, что? Где менеджеры по продаже? Нет, нет, на Арбате мы не стоим пока что. Может, магазинчик у вас есть, может быть, какой-то? Еще пока нет магазинчика. Пока нет, ну, подумайте об этом, да? Ну, конечно. Он будет оффлайновый, что называется, или? Да, да, я хочу оффлайновый магазин новых традиционных матрешек. Новых традиционных матрешек. Да, то есть традиционные матрешки в современном, таком красивом, лаконичном дизайне. Я понял. Алис, давайте посмотрим более широко на тот предмет, которым вы занимаетесь. Можно ли сказать, что в России есть некий рынок производства матрешек? Или вы настолько эксклюзивны, да, что говорить о конкуренции, говорить о каких-то, я не знаю, коллегах, да, или говорить о партнерах в этом смысле не приходится? Это вещь штучная. Ну, на самом деле, это вещь штучная. Это музейные коллекционные вещи в премиум линейке нашей. Что касается конкуренции, я не занимаюсь сувенирной продукцией пока что. А если и буду заниматься, а я буду и заниматься, то на территории России и есть куда, в принципе, расширяться и расти. Я вижу перспективу в производстве, да, в новом производстве. В производстве с точки зрения более широкого, да, более глобального? Более масштабного, да. Да, соответственно, это позволит поднять народно-художественные промыслы, это позволит дать новые рабочие места, это позволит развивать наши таланты художников наших. Вот, это вообще в целом уже тронет лед. Здорово, здорово говорите, но, тем не менее, по поводу льда, да, ну, очевидная позиция такая, что пока вы занимаетесь, вы с вашими уважаемыми коллегами занимаетесь этим мероприятием, ну, условно говоря, эксклюзивно, штучно, да, это одно качество. Одна цена, кстати. А когда вы будете говорить о неком серийном производстве, да, и люди получат рабочие места, конечно, все это на другой уровень, на уровень массового потребления, наверное, скатится и не будет таким эксклюзивным, таким замечательным. Почему? Это если параллельно делать. Нет, конечно, оставить премиальную линейку, да, и параллельно запускать более доступные вещи. А какие более доступные, кстати? Все то же самое, но попроще. Да, конечно, то, что попроще в росписи, да, то, что можно быстрее будет благодаря, там, современному оборудованию производить. Делать, да? Да, да, абсолютно верно. А опыт есть какого-то производства вот такого, серийного, я имею? То, что, конечно, есть наверняка, и вы с ними знакомы, люди, которые также занимаются вручную, да, карпя над каждым произведением искусства, ну, это нормально. А некий потоковый, да, есть, там, я не знаю, в какой-то уголке нашей России, да, производство, которое в серию все это делает. Есть такие? Есть. Ведь наши традиционные матрешки, которые там на Арбате продаются, они произведены как российским, так и не российским производителям. Если мы берем российские производители, то, естественно, в России, в таких традиционных, ну, как бы, предрасположенных для этого местах, там, Нижегородская область, там, да, там, конечно же, есть свои производства. Именно производства. Да, 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 наших традиционных матрешек, там, Семеновская матрешка, там, Сергиево-Пасадская матрешка. А много их вообще, вот, если типы какие-то, да, если каталогизировать их, их много вообще типов этих матрешек? Несколько, да, типов, вот, но самые такие продаваемые, ходовые, это Семеновская, Сергиево-Пасадская матрешка. Они чем отличаются друг от друга? Сергиево-Пасадская, я предположу, что она в платочке. Сергиево-Пасадская, да. Это ее отличительная черта, да? Она в платочке, да, они все в платочке. А Семеновская? Вот, а Семеновская, у нее такие яркие, цветастые, вот здесь вот на фартуке цветы яркие, красивые, такие малиновые, вот. А Сергиево-Пасадского, у нее в руке петушок. Да. А, кстати, ваше произведение к какому-то типу одного из двух можно отнести, или у вас какая-то отдельная история? Нет, нет, это сюжетная, если это премиальная, то это сюжетная роспись. Вот представляете, допустим, если шкатулки, да, расписные, там, Федоскинские, Пальхские, то вот уровень росписи именно такой. А теперь представьте площадь росписи. Если шкатулочка вот такая, там вот сидят, выписывают, и вот расписать матрешку, допустим, 30 сантиметров в такой же миниатюрной там росписи. Ну, то есть это сложная задача? Это сложная задача, это умеют уникальные художники, действительно, вот, и которых уже все меньше и меньше, потому что спрос никто не стимулирует, вот, ведь его нужно так же стимулировать. Ну, это как в известных сказах Бажова, помните, да, была история про каменный цветок, и там действительно уже достаточно пожилой мастер, да, и не находил кому передать свое мастерство. Примерно то же самое, я так понимаю, происходит. То же самое происходит во всей индустрии народных художественных промыслов. Остались старые мастера, которые, я надеюсь, будут передавать свой опыт новому поколению, которое готово этим заниматься. А есть такие примеры, что новое поколение готово этим заниматься? Новое поколение, я вам хочу сказать, чем готово заниматься. У них есть, что у них там, смартфоны, айфоны, они в интернете все время сидят, общаются в социальных сетях, да, гоняют на мотоциклах, там что-то еще на скейтбордах, и эти матрешки как-то... Ну да, нет, ну знаете, наверное, у каждого человека в жизни этап, когда он хочет понаслаждаться смартфонами и так далее, но рано или поздно он приходит к тому, наверное, с мудростью, с возрастом, там, я не знаю, с семьей, да, там, дети и так далее. Он придет к тому, ведь еще воспитание детей, чтобы, если вы хотите привить хороший, высокохудожественный вкус ребенку, который впоследствии даст ему такое вот позитивное восприятие мира, это стоит... Спасибо, Алиса, спасибо. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом... Итак, друзья, мы продолжаем эфир бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Алиса Кобылянская, основатель бренда VIP Матрешка. Я напомню, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Алисе. Мы говорим сегодня о произведениях народного искусства, народного творчества. В частности, вот Алиса занимается производством росписью. Ну, и вообще, я бы сказал, душу вкладывает, да, душу вкладывает в Матрешки. Как бы, может быть, кому-то забавно это не показалось. Ну, я вот абсолютно, да, да, я абсолютно убежден сейчас. Алиса меня убедила, что это, в принципе, вполне серьезное и не такое уж простое дело, да, ну, с точки зрения бизнеса. Возвращаемся к профессионализму. Поговорили мы о возможности дальнейшем, наверное, да, наладить некое более-менее производство этих. Пока все это вручную, пока все это, так сказать, техника достаточно сложная. Вот эти люди, профессионалы, которые у вас работают, вы где их находите, где их подбираете, да, как они очутились рядом с вами? Ну, я просто послала запрос, что мне нужны такие... В интернет? Ну, скажем так... А, туда, в космос? В космос, да. Нормально. Вот, послала запрос, и вот меня начали слышать с разных, наверное, сторон, и привлекаться художники, которые... На самом деле ничего сложного, сразу отсеиваются ненужные, а нужные остаются. Нет, нет, подождите, если мы будем говорить с точки зрения взаимоотношений с космосом, нам, мы не поймем, как можно отсеять ненужные и нужные остаются. Какие-то критерии все-таки профессиональные есть? Да, есть профессиональные критерии. Художники, способные расписывать вип-матрешки, это художники, которые, как минимум, обладают четырьмя такими талантами, да, уникальными. Это, ну, роспись по дереву, далее роспись в миниатюре по дереву, далее портретная роспись в миниатюре по дереву. И вот четвертый такой ключевой момент, это чтобы человек не просто копировал, а фантазировал, креативно мыслил. Ну, это, наверное, самое сложное, да? Ну, то есть все три, вот первые, на мой взгляд, по крайней мере, у меня поправьте, если это не так, все первые три параметра, которые вы произнесли, это техника такая, да, это можно научиться, наверное, вот так, вот так, вот так. А то, что в результате потом, да, изнутри должно... Этим нужно гореть, это нужно любить, и каждый художник, кто вот умеет воплощать это, они живут этим. Ну, смотрите, вот к вам приехали после того, когда вы, так сказать, столб этот установили, вот, да, бросили запрос в пространство, к вам приехал там, условно говоря, 10 человек, вы говорите, ну, покажите, чем ты дышишь, что ты умеешь. Вот он тебе нарисовал, да, такую он рисовал на миниатюре. Он показал свои работы, фотографии, потом привез живые работы, показал, потом я попросила отрисовать образец, вот, он рисует образец, и мы смотрим, буквально все сразу определяется. То есть, либо художник умеет, не умеет портреты рисовать, а умеет в сюжете рисовать, тоже есть такие крутые художники, да, вот, профессионалы, но не умеет портреты рисовать. Ну, вы скажете, ладно, будешь рисовать сюжет. Да, будешь сюжет рисовать, вот, а есть, которые портретисты, вот, здесь сразу даю просто портрет нарисуйте. Я так понимаю, немного в России таких специалистов. Немного. Немного, да. Немного, но они есть. И они работают со мной. Не все. Думаю, что не все. Их немного, они есть, и все они со мной работают. Да, я как бы буду рада новым художникам. И я готова компенсировать это достойно. Что я и делаю в свою очередь. Чтобы это поддерживать, чтобы это было интересно. Чтобы человек хотел это делать. Чтобы финансовая часть уже не беспокоила. Здорово. Ну, для того, чтобы не беспокоила финансовая часть, да, должен быть налаженный рынок сбыта. Кто ваши основные покупатели? Расскажите, пожалуйста, Олеса. Да. Основные покупатели это семьи, люди обычные, которые хотят сделать необычный подарок. Ну, это россияне. Необычные люди, которые хотят сделать необычный подарок. Россияне. Это россияне, которые хотят сделать иностранцам подарок. Которые хотят сделать русским, наконец-то, семьям подарок. Своим, да. Там, папе, отцу, например, главе семьи на юбилей подарить матрешку. состав которой входят все члены семьи это забавно да это не просто забавно это еще это берет за душу люди у меня прям отзывы иногда могут прослезиться от того что какой получили подарок их не не так впечатляет какие-то машины там дома и так далее как подарок которые получают от нас поэтому это семьи это то есть смотрите в принципе сегмент подарков до все кто покупает подарки все кто-то в принципе те кому нужны подарки ваш клиент да и корпоративные а можно говорить о том что вот иностранов иностранцев больше ну по определенным причинам и ваших или у вас есть я не знаю там какие-то направления какие-то жанры которые исключительно для иностранцев и готовить советской символикой матрешки российской символе если попросят я сделаю все что угодно ну вот распишу но у меня как-то знаете я работаю больше с русской аудитории хотя и нас для иностранцев делают также нет перевеса то есть я бы сказал что 50 на 50 потому что если эта компания то она заказывает допустим своим экспатом она также может подарить своим русским сотрудникам коллегам это вы говорите о корпоративных уже заказы конечно а в принципе возможно до прийти к вам и заказать что-то что мне хотелось бы видеть хотя я может быть и не совсем понимаю что мне хотелось бы мне подскажите да можно прийти к нам посмотреть можно в наш офис можно приемы к вам приедем проведем презентацию покажем какие бывают мы можем в электронном виде все сделать у меня немало сделок в как бы с человеком даже не успел не увидели все на расстоянии происходит вот сейчас это очень возможности располагают и поэтому интернет да 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 конечно можно работать удаленно как говорят таких лучей а если оценить вот с точки зрения претензий да ну в хорошем смысле этого слова кто более капризен россиянин или иностранец россиянин россиянин капризнее да почему потому что он знает что такое матрешка ну смотри иностранцу любая матрешка уже хорошо нет нет не любая опять же с нами если по премиальной линейке корпоративных матрешек то работают компании которые во всем мире признаны и держит высокую планку это компании которые стильные модные современные там занимать автомобилями например да популярными и эти компании как раз таки у них очень высокие требования вот чтобы добиться вот этой матрешки вот да это стоит я кстати рогова должен слушателем сказать что это матрешка с с логотиром porsche да вот такую матрешку сделали для них целую коллекцию до porsche марка которая еще не вышла вот она буквально должна быть вот этого дурка поэтому знаете как нет такого что русские более требовательные нежели другие во всем мире есть люди более требовательными или нет требовательными то есть все зависит опять от текущей ситуации от конкретного заказа да а вот такая интересная деталь матрешка была выбрана в качестве символа безопасности российских дорогах да я когда увидела эту новость я сразу разместила нас на сайте да вам кстати не обращались да по поводу того что неплохо бы да какой-то эксклюзивный вариант матрешки изобрести для этого дела нет не обращались нет ничего пока не обращались пока неважно я думаю обратятся в ближайшее время вы мне скажите как вообще эта идея почему именно матрешка матрешка почему ну как она внесет вообще это круто что матрешку берут как символ вот она она объединяет на а понимаете нас всех с вами действительно это произошло объединение на дорогах вот собственно говоря поэтому я считаю что если она объединяет водителя и сотрудника гибдд это же здорово что когда вот мы все вместе и держимся символ объединяющий всех до символ единства абсолютно верно единство семьи продолжение ну там если уже в семьи уходим рода алис ну я предположу да что вы конечно какие-то истоки наверняка изучали прежде чем заняться настолько серьезно этим предметом вот если говорить о символах вообще матрешка она что символизирует в исторической перспективе конечно для россии вот тех времен когда она только появилась это символ чего символ народно народного искусства вот и после того как она получила первую медаль в 1900 году в париже с тех пор государство активно начало вкладываться в ее развитие пиар продвижение это то государство еще в 1900 году ну на протяжении 80 лет точно то есть и советское государство тоже да в этом тренде было конечно еще бы народные художественные промыслы с какой приносили делали экономику нашей стране именно и матрешка в том числе сколько людей смогли заработать хорошо если все же более широко посмотреть на эти вещи вот мы говорим о произведениях народного искусства народного творчества помимо матрешки что сюда еще можно отнести я так понимаю вы занимаетесь только матрешками пока да исключительно матрешками а мы осуществляем художественные проекты перформансы делаем допустим в мод дизайн мы организовали метровые к пасхе яйца расписали мировых брендов там таких как роберта ковали нина ричи и так далее сделали уникальная роспись просто лучшими там тоже позвали у меня была бригада художников вот мы подготовили такой проект были деревянные яйца 30 сантиметровые и были метровые большие яйца вот поэтому такие проекты делаем а я также со своими друзьями иностранцами в том числе сделала первый в россии матрешка вик это снеговик в форме матрешки который мы также расписали красками зимой ну это был натуральный да матрешка вик величину вот где-то метр два ну имеется ввиду из снега был из снега да снеговик но в форме матрешки мы его назвали матрешка это здорово то есть матрешка в этом смысле еще и повод для буйства фантазии можно и вот так вот можно и сяк вот а если все же говорить о произведениях народного творчества что сюда помимо матрешки может входить мы говорим о хохломе тоже наверняка это та же тема самое такое популярное игрушки наши различные ведь у нас тоже наше государство спасибо большое что вкладываться в развитие игрушек у нас в россии в государство вкладывается развитие развивалась вкладывалась в развитие игрушек наши деревянные игрушки ну как же у нас целая история попадите в музей игрушки в сербиевом посаде там трехэтажное большое здание старинное в котором можно проследить всю историю игрушки из разных стран там игрушки тоже так же помните вот эти вот эта игрушка когда медведи я помню потому что я слава богу человек пожилой уже у меня она была в детстве а вот сегодня да дети они в основном китайскими произведениями искусства наслаждаются если их можно так назвать ну да нет нельзя нельзя так ну нельзя я понимаю что это в кавычках ну и как же где логика то где государство в конечном итоге почему нет действительно замечательных вот этих ну не вспомнили я не ну скажем так матрешки да это то чем занимаюсь я я начала с себя я делаю вклад вот пожалуйста основной это матрешки дальше у вас и у каждого другого гражданин нашей страны есть возможность точно также развивать игрушки остальные игрушки вот я не я не удивлюсь если я продолжу дальше пойду да вот займете чем-то еще конечно я буду не ну извините народный художественный промысл это же все что связано с деревом до любые изделия до который бытового характера вот назначение игрушки статуэтки красиво резьба по дереву резьба уникальнейшие мастера которых просто реально можно вот на этой ладони пересчитать резьба по кости это это что-то чем-то какие у нас и вот этих мастеров мало осталось этому ну много чего есть много чего можно развивать здорово здорово но опять-таки я хотел подчеркнуть что пока все что все что вы перечислили да это пока ваши частные да частные инициативы ваше личное действие ваше личное стремление каким-то образом поддержать да историю одного государства но на уровне непосредственно этого самого государства это могут быть какие-то инициативы а могут быть более масштабными потому что это в интересах воспитания молодого поколения это в интересах я не знаю там чувство патриотизма мы говорим о какой-то поиске всегда нашей гражданской идеи не утверждаю что символ матрешки это вот та самая идея но в любом случае это наши корни так вот с этой точки зрения да ведь можно там я не знаю обратиться к государству с какими-то инициативами чтобы почувствовать эту подмогу да конечно вот этим не не заморачивались пока я в этом заинтересована также конечно же да ну просто всему свое время да потихонечку но я хочу сказать что наше государство если войти технологии вкладывать алис я вас вынужден прервал у нас сейчас новости на финансовом а потом мы продолжим итак друзья мои последняя часть бизнес-класса меня зовут Олег Дмитриев сегодня мы говорим о произведениях народного творчества о производстве матрешек в студии Алиса Кобылянская основатель бренда VIP матрешка ну и Алиса если позволите вот эту тему давайте мы продолжим государство государство наверняка должно быть заинтересовано вот хотя бы вот с этих позиций да которые я уже озвучил это и это и истоги да российские это и поиск некой национальной идеи может быть да ну и просто это хорошее сохранение нашего наследства хотя бы начнем с этого да сохранить то что мы уже приобрели нажили и создали если касаться этого то на сегодняшний день в москве есть музей матрешки которые это целое здание которое к сожалению я не знаю ну как бы как там все это происходит на данный момент но я знаю что часть музея осталось уже наверное треть от всего здания остальное под офис создается вот это все сходит потихонечку на нет и представляете целое здание более чем сто лет этому зданию это музей это памятник архитектуры а там ну я считаю что это нужно поддерживать это раз во второе в сергиевом посаде также есть музей тоже которые можно их при улучшить и можно сделать и более качественные витрины и так далее вот оба этих примера я так понимаю что они сейчас безучастные от государства никаким образом государство в них участие не принимает именно поэтому смотрите я основу я смотрю на результат я вижу что если захожу и матрешки стоят в в таких в дешевых витринах да и ремонт еще тех времен там советских времен да явно что это никто не занимается то очевидно что ну да если ты видишь что этого нет значит до этого еще не дошло да например если брать тот же музей куклы музей игрушки извините то там тоже самое вот снаружи здание такое старинное вроде бы ничего внутри там все конечно не очень вот это если касается сохранения дальше нам необходимо возвращаться к тому чтобы если мы хотим развивать эти направления то нам нужно обучать студентов детей этому значит это школы это высшее учебное заведение образование а кстати в школах как это может быть или это отдельная история там я не знаю кружок какой-нибудь да народного творца да в рамках урока рисования пожалуйста хотя бы организуйте мастер-классы да мы же будем приезжать вам организовывать и с художниками вот и дальше я хочу школу в москве матрешки организовать да да это это будет великолепное пространство для творчества для создания новых современных матрешек это мы будем обучать этому детей мы будем соответственно вот пожалуйста здесь мы тоже наше наследие национальное передаем детям вот мы кстати также проводим я забыла упомянуть наши мастер-классы там я лично приезжаю в детский дом и дети которые были обделены ценностями семьи продолжение рода я до них это доношу это здорово да это здорово это некая такая благотворительность ну пока я это могу делать вот на таком уровне что это пару раз я могу да там уехать да отлучиться от своей работы там вот дальше чем масштабнее будет мой бизнес тем больше я буду отдавать ну как бы людям нуждающимся ну правильно у вас появится больше возможностей но с другой стороны если мы говорим опять таки да о том что это не способ для вас заработать деньги а это способ как раз некие да исторические реалии вернуть наверное вот в этой ситуации должно принимать участие государство ну как минимум поддерживать вас в создании той же самой школы да росписи да только хорошее только хорошее конечно да поэтому ну вы как-то надеетесь на это или собираетесь каким-то образом да вот эти проекты двигать или сейчас пока до них нет я собираюсь все двигать и просто сейчас я на этапе когда мне нужно больше мощностей мне нужно показать что спрос есть а чтобы показать спрос нужно предложение сделать такое чтобы это было актуальным вот я этим занимаюсь сейчас вот но не за горами это ведь это тоже параллельные процессы у меня сейчас команда пополняется да коллектив я смогу это делать и то и другое совмещать ну дай бог говоря уже да непосредственно в ваших произведениях каким образом рождаются новые новые ну понятно что кто-то пришел заказал нечто да и вы этот заказ выполнили ну а то что вот внутри у вас постоянно видимо как-то бурлит требует выхода воплощение да что периодически выпускаете некие новые коллекции или у вас там есть показы мод матрешки знаете у меня это происходит так за три года у меня сформировалась линейка там продуктов которые я могу предложить рынку в рамках матрешек и не только матрешек поэтому у меня есть моя частная коллекция матрешек и которая пополняется также каждый мой новый проект это что-то необычное потому что заказчики сами необычные люди они просят что-то необычное и каждый раз что-то новое интересное получается поэтому мой каждый проект это что-то отдельное ну кстати вот если говорить о конкретных проектах кто-то заказал вам ему очень понравилось для вас это больше недоступно или вы можете это использовать там в своем кейсе и в следующий раз в портфолио показать вот смотрите что да некоторые заказчики позволяют некоторые не позволяют афишировать это потому что у нас если по премиальным матрешкам то там есть и деятели государственной думы люди ну понятно которые не хотели бы публичности в этой с этой точки зрения ну к сожалению хватает ее кстати ну да я не понимаю почему но вот поэтому да нет в принципе бывает что люди не публичные понимаете в любой сфере есть публичные и не публичные люди вот кто-то попадается не публичным мы это соблюдаем вот и все а какие-то я мне разрешают и я показываю работу ну а по поводу все-таки новых коллекций да сколько периодичность они появляются или зависит от вдохновения все же это зависит от связи да да ведь это ведь я художник и со мной работают художники я художник своего бизнеса со мной ну смотрите все равно вы живы несмотря на то что вы творческие люди да и художники все равно у вас есть бизнес-план какой-нибудь вам нужно условно говоря там к концу третьего квартала создать новую коллекцию потому что вот есть спрос или да рынок рынок диктует да 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 есть такие планы конечно конечно планы есть и периодичность это ну то есть она регулярная там каждые два месяца у меня и пополняется и моя коллекция вот и об этом как мы узнаем через через сайт да об этом можно узнать на сайте и я выкладываю новые работы туда вот бывают какие-то ролики снимаю еще что-то видео на ютюбе можно в моем канале посмотреть вот то есть но стараясь всячески внимание привлекать по возможности ну это нормально все-таки это бизнес в конце концов он приносит денег я еще раз хотел бы спросить да это бизнес приносит деньги приносит деньги самое главное смысл да но я всегда открыта для того что если допустим кто-то хочет помочь помочь в открытии школы если кто-то хочет помочь в развитии бизнеса я всегда к этому открыто пожалуйста обращайтесь все-таки да от идеи развития да вы не отказываетесь абсолютно не отказываюсь потому что чтобы это делать масштабнее нужны вложения инвестиций мне это очень пригодится вот кстати по поводу вложения инвестиций это вполне логичное рассуждение каким способом да можно в ваш бизнес привлечь инвестиции ну традиционно вы пойдете в банк и возьмете допустим какой-то банковский кредит такие вещи вы не рассматриваете ищите именно заинтересованных условно говоря людей которые да с вами на одном языке разговаривают да в этом случае было бы проще было бы существует кредит существует я слышала что существуют меценаты пока я еще с этим не столкнулась не столкнулась да вот но кредит да мне пожалуйста сбербанк мне предлагает кредит брать без проблем вот пока еще не прибегала за счет оборотных средств все то что я нажила на сегодняшний день за счет оборотных средств дай бог чтобы так было если говорить о перспективах развития однажды этих средств просто может не хватить ну вот да вот на данный момент да я открыта для того для новых возможностей потому что сейчас уже нужно более так масштабно все делать там нужно больше затраты производства опять же свое производство да 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 вот все возможно потому что нам нужны заготовки сегодня деревянные качественные хорошего уровня да нам нужно где вы кстати берете деревянные заготовки в россии берете из китая везут какой китай о чем вы говорите в россии в россии наша липа дорогая липа наше высокого качества у нас самого высокого качества липа для меня точит самые лучшие формы потому что у меня высокие требования к формам заготовкам чтобы это через десять-двадцать лет произведения трюшка росли в цене я понимаю это но другой стороны матрешка ну настолько банальная форма у нее два неужели так сложно ошибиться вытачивание этой формы форма нет не банально это наверное такое впервые такое слышу что она банальная форма очень она магическая волшебная чтобы вытащить вот такую форму качественно чтобы там все гладенько было на это нужно потратить время мои заготовки стоят дороже чем обычные заготовки я не говорю что другие заготовки они там подходят какие-то стандарты просто у меня все гладенько идеальненько чистенько ровненько ну именно поэтому вы называетесь vip да 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 вообще vip матрешка почему такое название да потому что very important person да здесь матрешка русское слово vip иностранное слово и получилось что такой симбиоз ведь матрешка она любимый и русскими и иностранцами вот и все тем не менее когда мы слышим vip это некая претензия уже на исключительность vip зона vip клиент vip гости это значит все будете сидеть в кучке а он будет сидеть отдельно уникальность конечно уникальность какая-то если говорить об уникальность немножко у нас времени осталось еще буквально две минутки если говорить об уникальности несколько примеров расскажите но помимо вот этого снеговика или матрешка века извините матрешка века какие-то забавные были еще примеры вот уникальности ваших произведений хотя я так понимаю что они изначально уникальны а ну ну как правило если там портретные матрешки то там уникальные личности какие-то бывают вот к праздникам может быть до специального праздником например если вы хотите сразу всей семье сделать подарок все семьи бабушкам дедушкам маме папе да это какой праздник не по отдельности например новый год да и вы чтобы не заморачиваться что каждому подарить вы дарите всей семье всю семью вот так тоже там сногсшибательная матрешка с косой на сайте да прям такая смерть с косой с обратной страны у нее вселенная такая идет не она красотка не на красотке я допускаю смерть с косой она всегда красота на какое торжество это да подарок был это кстати хэллоуина так приурочено несколько я предположил да вот да на 8 марта наверное тоже очень часто на 8 марта портреты женщин день валентина святого валентина очень модно на все праздники абсолютно это такой подарок который равнодушными никого не оставит вот и конечно же автомобили да то есть автомобильные компании мы делаем необычный дизайн или они предлагают свой необычный дизайн и получаются такие вот современные техногенные матрешки я сейчас подумал еще можно можно подарить молодому человеку да он хочет автомобиль вы ему подарите матрешка вот с логотипом да да кстати говоря у нас же еще элемент визуализации присутствует допустим я помню семья которые которых были всех автомобили мерседесы вот но они хотели себе майбухи они просили нарисуй пожалуйста там майбух все да и это растет благосостояние визуализации алис спасибо огромное время заканчивается уважаемые слушатели я напомню сегодня в студии бизнес-класс алиса кобылянская основатель бренда vip матрешка мы говорили о произведениях народного творчества спасибо алиса спасибо уважаемые слушатели вам за внимание всего хорошего успеха в бизнесе спасибо